Все, опять утро. Кирюху провожаем. Кирюха поехал. Чуть сегодня прям еле встала. Хотела пораньше, ничего не получилось. Розы у нас красивые цветают. Сесик поехал наш. Даня принес новую папочку по чтению. Оказывается, они будут приносить ее каждый четверг. И мы должны будем ее возвращать в понедельник, помогать детям читать. Когда у нас Кирилл начинал изучать английский язык, это было в первом классе школы его, и они сразу начали без транскрипции, без алфавита, они сразу начали учить песни, учиться читать и так далее. Я помню, к учительнице бегала, да как же так, да как же без букв, да как же без транскрипции, да как же без произношения, она говорит, не переживайте, он у вас в конце года будет разговаривать. Уже песенки петь так и было на самом деле, потому что у детей немножко другая память. И смотрите, вот они пишут, здесь много вещей, которые вы можете читать. Да, мы можем читать знаки и показывают там название магазинов, да, я могу читать номера. В общем, факт то, что они дали домой эту папку, и дома мы практикуемся, тренируемся, читаем. Ну, здесь вот песни, вот это вот проблема, потому что я не знаю этих песен, да, они их поют. Я, например, не слышала про эти песни, надо будет, наверное, гуглить. Кстати, кто-то спрашивал про мою авоську, показать свою авоську. У меня авоська вот всегда у меня с собой в рюкзачке, вот так вот свернута. Как обычно, если надо, я ее достаю, разворачиваю, пользуюсь ей. Вот она вот так выглядит у меня. Сейчас уже новые модельки, у меня здесь крупные буквы, у меня еще старая. Но это уже моя вторая или третья авоська, потому что предыдущие я благополучно растеряла. Удобно какие-то вещи положить, на пляж удобно брать. Так что такая она удобная, классная. Кладу ее обратно. Я продолжаю запаковывать посылки. Это только за сейчас то, что я перебираю заказы. Удаляю, чтобы не пересылал. Лишние картонки, бумажки, вешалочки, какие-то вот эти вот штучки. На чем фиксаторы, правильно сказать. Понятно, это не те коробки. Все перерабатываю, поэтому занимает, конечно, это очень много времени. Каждый товар, что-то с ним сделать, открыть, отклеить и отлепить, убрать. Это издержки тоже работа моей. Поставила варить картошку и морковку и отдельно свеклу. Будет у нас с вами винегрет. К нам придут гости и мы готовимся, в общем, к приходу гостей. До этого оливье делала, сейчас будет винегрет. Я решила снова приготовить ребрышки. Сейчас просто замариную остатки. Ну, не остатки, там еще и соус Джек Дэниелс. В этот раз я еще решила немножко, чуть-чуть побольше посолить. С Сашей так договорились. И поперчить. И вот этот соус. Потому что в прошлый раз как-то вот показалось, что недостаточно соли. Не хватает немножко. Все, вот я их сейчас промазала и уберу в холодильник. До... Опять же, на помощь приходит Pyrex. И справилась тоже. Вот такие стеклянные контейнеры. Крышку открою, закрываю фольгой и ставлю в духовку. Вышел инжир собрать. Слушайте, раньше что-то я его особо не ел. Сейчас его такое количество на дереве. Вот видите. Это буквально за 2 минуты. Его просто... Не знаю. Камера показывает. Нет его тут. Невероятное количество. Надо лестницу, чтобы собирать. Ну, такой вкусный. Он просто тает во рту. Вчера с мамой разговаривал. Она говорит, так сделайте варенье. Соберите. У меня уже рецептор сказала, как варить варенье. Вот. Время только не хватает. Я думаю, Настя бы тоже сварила. Но надо будет на выходной день взяться и собрать его. Такой вкусный. Я вообще что-то остановиться не могу. Вчера целую миску навернул. Сейчас вот вышел, опять набрал. Вон, видите, сколько. Помою, чтобы дома был. Ну, прям с дерева. Действительно вкусный. Нам привезли новую сушильную машину. А эту сейчас будут забирать. Новенькую уже выгружают. Все это, опять же, вот мы даже не просили. Они почему-то решили, владельцы дома решили поменять ее. Один раз отремонтировали, второй раз уже не стали. Все, установили нам новую сушильную машину, привезли. Вирпул. Будем разбираться. В принципе, практически то же самое. Как она сложно поворачивается. Температура. Видимо, она какая-то совсем элементарная. Потому что там был выбор, какая ткань и так далее. Ну, здесь, в принципе, здесь все в одном, наверное. Вот это что, я, честно говоря, еще не знаю. Это фильтр такой. Ничего себе интересного. Так, это, видимо, фильтр. Чистить. И дверца не с той стороны открывается. Очень неудобно. Видите, она от стены. Надо, чтобы эта площадь была свободна. Все. С новой сушильной машиной у нас. Надеемся, все будет отлично. С новой сушильной машиной. С новой сушильной машиной. С entrevъем астана. С новой сушильной машиной. И у нее виш bones. С новой сушильной машиной. И он дошли捨атки. С новой сушильной машиной. Продолжение следует... 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 У нас уже время. Ночь. Уже спать. Дети уже ушли спать завтра в школу. Даня уже уснул. Я сейчас уже тоже пойду ложиться. Хочу с вами две минутки поговорить опять по поводу комментариев. Первое, что я хочу сказать, что нам очень часто пишут, идите в Алди, в Алди, в Алди, что классный магазин Алди. А кто не знает, это немецкий, да, по-моему, магазин. Суперский. Там цены просто вообще. Там хорошие товары, хорошие продукты и очень недорого. Особенно я там любила шоколад. Мы закупались во Флориде, всегда посещали этот магазин. И определенный набор продуктов мы покупали только там. Там очень часто и ягоды какие-то по хорошим ценам. В общем, там много всего интересного, но у нас здесь нет Алди рядом. Ближайшие что-то там 100 миль, 130 миль я гуглила. Так что мы не ходим в Алди, потому что его просто-напросто у нас здесь нет. Вот так бы с удовольствием ходили бы. Следующий вопрос. Несколько комментариев было по поводу закупки в магазине Костка. Смотрите, мне кажется, мое мнение, что Костка выгодно покупать тем, у кого, наверное, более-менее большая семья, кто закупает много продуктов, кто питается много дома. Это тоже важный очень момент. Почему? Потому что писали, вот мы не поняли, там такие большие объемы, там такие большие упаковки. Так вот, для нас, для нашей семьи это выгодно. Я знаю, что для многих семей выгодно это, когда много детей, когда много кушают, когда любят вкусно покушать и так далее. Почему? Потому что, ну вот это несомненно выгодно. Я уже чисто психологически, я не могу определенные продукты купить, например, в Волмарте, да. Я уже сто раз говорила, чай Липтон, 100 пакетиков, в Волмарте там почти 5 долларов стоит, а в Костка за 9 долларов ты 3 упаковки покупаешь. Сгущенка там, я не знаю, например, 9 банок за 8 долларов, а в Волмарте одна банка там полтора доллара стоит. Я могу где-то здесь сейчас плюс-минус ошибиться в ценах, я вам говорю примерно. И так вот пробежаться, если по очень многим продуктам, долгого хранения продуктом, то это вот реально выгодно, это очень выгодно. Минусы Костка это действительно большие объемы, и кто живет в маленьких квартирах или, например, снимает комнату, да, у кого нет дополнительного места для хранения, конечно, это совершенно неудобно, просто это все складывать некуда будет. Вот, а что касается нас лично, то мы там купим мешок этот муки, да, мешок сахара, забываем надолго, просто голова не болит. Ту же самую сгущенку там мы купили эти 9 банок, набор, и стоит эта сгущенка. Зато в любой момент, когда я решила там сделать сырники или там блинчики, я знаю, что у меня есть сгущенка. Вот сейчас мы не могли купить несколько заходов, наверное, 3-4 подряд не было сгущенки. Точнее уже это тоже понимаешь сейчас. Мы раньше, как правило, закупались только в нашем Костка. Сейчас мы из-за того, что переехали, уже в трех разных закупаемся. Так вот, видимо, просто только в нашем есть сгущенка. Когда мы только приехали в Америку, мы также пошли, мы слышали про эту Костка. И мы первый раз туда поехали, и мы как бы были в шоке, что, во-первых, все так дорого, такими большими объемами. Казалось, что такие цены большие. Мы тоже, наверное, я вот не могу уж прямо утверждать 100%, но однозначно мы тоже не закупались первые разы. И мы очень долго присматривались к этому Костка, потому что нужно понять, что, где стоит, где что выгоднее. Так что это, конечно, сугубо личное вообще дело каждого. И каждый делает, поступает так, как ему удобно. Есть, кстати, на Фейсбуке группа русскоговорящих, русскоязычных Косткоманов. Есть группа на английском языке, где постоянно делятся какими-то новинками. Там очень много обсуждается выгода, стоимость, какой мембершип покупать. То есть есть два мембершипа, да, за 60 долларов невозвратный и за 120 возвратный. Ну вот я, например, для себя считала, что 60 долларов не очень выгодно брать. То есть ты отдаешь 60 долларов, тебе ничего не возвращается. А если вот понемножку закупаться, то тогда оно может быть там и не сильно оправдано-то на самом деле. Ну вот мы для себя сразу определили, что мы купим 120 долларов. И мы сразу купили 120 долларов. И еще даже я не работала, но у нас уже на следующий год был возврат, по-моему, 128. Вот после первого года одного использования у нас был возврат, по-моему, 128-129 долларов. То есть мы покрыли на следующий год стоимость мембершипа вот этого, да, карточки владения, чтобы ходить в этот магазин. Еще у нас там плюс осталось там 8-9 долларов. Я вот точно сейчас уже не помню, не могу сказать 100%. Так что нам кажется, что выгодно. Все наши друзья, знакомые, у кого семьи, да, один и более детей, все закупаются в Костка. Мебель там, наверное, самая бюджетная, своего качества, опять же, да, наверняка, ну, не наверняка, а, не знаю, в Икее, наверное, можно дешевле найти что-то. Так что пробуйте, смотрите, не бойтесь, выходите, присматривайте, знакомьтесь с ценами, с ассортиментом. Мы сейчас до сих пор узнаем все новое, новое, все больше и больше, интереснее, интереснее. Какие-то товары там, я не знаю, вообще даже не знала, что они продаются в Костка. Все это вот постепенно приходит, так что, наверное, для нас это, наверное, самый лучший магазин, магазин номер один. И я еще раз говорю, самое главное, это то, что уже психологически, зная вот эту вот выгоду, что где дешевле, хочется идти в Костка. Но помните, неделю назад была большая закупка в Волмарте, там тоже есть ряд товаров, которые не купишь в Костка. Вот Костка минус большой, это у них одинаковый набор, в основном одинаковый стандартный набор тех или иных продуктов. А в Волмарте там подороже, но там огромный-огромный выбор. И, конечно, ряд вещей, я не знаю, ну вот зеленый горошек я еще не встречала в Костка. Ну что еще там? Ну вот зелень там, какую нужно, петрушка, укроп, она вообще не продается в Костка. Например, свекла не продается в Костка, она только продается в вакуумных упаковках. Ну, в общем, нам она совершенно не понравилась. Я причем несколько раз брала, пыталась с ней подружиться, но нет, лучше купить свежую. Так много чего касается. Я, в общем, опять много наговорила. Я с вами прощаюсь. Сегодня день у нас был, опять, крайне насыщенный. Уже немножко полистали, хочется идти ложиться. До завтра. Увидимся счастливо. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok